Ваня, застегнись, ну холодно, ты посмотри, раздетый. А тебе ногам не холодно? Вообще, не знаю, честно говоря, сомнительная вот эта идея, в такой холод. Чего, ай? Не могу деться. Папа с другой стороны хотел залезть. Ваня, знаешь, что мама Иви написала? Что? Что Иви уже с 6 утра ждет в пижаме. Очень хочет в пижаме в школу пойти. Ждет, не дождется. Дай, дай, дай. Чуть-чуть подними, все глаза закрыты. Привет, ребята! Илона! Бегом, Вань! Всем привет! Лично теперь с вами поздороваюсь, потому что тогда меня было не видно. Мы приехали за Ваньком в школу и приехали, как всегда, заранее. Поэтому мы идем в кафе, которое, я надеюсь, работает, но он вроде бы открыт. И посмотрим кофеек себе и, может быть, что-нибудь вкусненькое. Это все ручной шоколад, это они все сами делают. Есть какие-то фуды, да, можно раб. Ты хочешь раб какой-нибудь? Интересно, они это все устроят, задние снисти? Нет, я не хочу, я дам вам поеду. Тут очень много народу обычно. Очень, тут очередь. Не хочешь Ваньку? Ну, это попозже к Крисмасу, да, можно будет вот такого Ваньку купить? Так, где кофе? Кофе просто у них заказываешь. А, какое? Ну, все, что есть. У меня дикавка капучино. А дикавка тоже есть. Я Вове сейчас рассказываю, что это, знаете, такое местное пенсионерское кафе. Ну, в хорошем смысле слова я имею в виду. То есть здесь... Можешь на секундочку подержать? Здесь, когда я приезжала за Ваней, раньше я здесь парковалась. Нам запрещают здесь парковаться, но раньше мы как-то пренебрегали этими запретами. Вот, и когда я здесь парковалась, заходила в кафе, покупала себе кофе, все столики абсолютно, все были заняты пенсионерами, парочками такими симпатичными. Сидели, обедали. Здесь можно заказать, было что-то горячее, какие-то вторые. Там, может, даже супы были, я не знаю. Ну, вот. А сейчас только на вынос кофе, но спасибо хоть так, потому что если и это у них заберут, и эту возможность, они просто не выживут. Так прикольно выглядит, да, когда приезжала к виду? Да? Ну, Ваня классный костюм прям как будто. Ага. Айвен, Нилона, tell us about the Pijama Day. Гот. Гот. Есть два трети. Сегодня будет Пijama Day, и tomorrow будет Мурия и попкорн. И Харвин донс. Да, и я покажу это немного. И я закончила свою письмо, чтобы было 5 минут. Я люблю письмо письмо. И что фильм вы видели? Мы будем смотреть в明天. И сегодня? Нет фильм сегодня? Нет. Я думала, что это будет фильм и попкорн сегодня? Да, мы будем работать. О, окей. Это Пijama Day today, и это означает, что сегодня будет фильм и попкорн. И что ты делал сегодня? Я делала что-то. И это было... Вау! Это динозор. Это бот. Что? Мы учили о этом великолепном артисте. Что это такое по-русски скажи? Ботосорус. А что у него под под хвостом? Бот. Так что это был нормальный день? Да. Ну, что-то новое, потому что мы учили о этой артисте. О этой артисте? Да. Какой артисте? Кто был 200 лет назад? Пабло. Пабло Касипопо. Да. Пабло кто? Касипо. Пикасо. Касипо. Касипо. Хорошо не Пабло искобар. Я не знаю Пабло. И что он рисовал? Пикасы. Вау! 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 Какой у нас сейчас план? Мы сейчас заехали в... Типа Леруа Мерлен в Вудис. Мы заехали. Это как строительный магазин. Что-то за маневры Вова совершают непонятные. Вот. Нам нужно кое-что купить для стройки. Вот. Ваня просит какое-нибудь растение себе. И плюс нам нужно купить омывательную жидкость. В общем, по мелочи. А дальше мы едем на почту. Потому что нам нужно забрать какую-то посылку. Сами не знаем какую. Нормально тут никого нет. Тележка на меня сейчас скатится. Это еще не заметно тележку. Вот это Вова. Ну, в общем, такие у нас планы. Потом мы придем домой. И будем делать кое-что интересненькое. Будем готовиться к Хэллоуину. Украшать будем дом. Оставайтесь с нами. Надеюсь, что у нас симпатичные получатся тыковки. Нам нужно будет еще с чердака дать. Как ты не должен носить пленчить? Кстати, а нож для Карвина у нас есть для вырезания? Ну и обычная. Там пилотка специальная. Ой, да хватит. В общем, вот пилу для тыкв будем покупать, Володь. Предлагаешь пилу для тыкв купить? Да. Да, раз в год. Да ну, обычными ножами, правильно? Будем мать чаще резать. А то уже, блин, скоро этот Хэллоуин, а мы все никак дом не украсим. Все, пошлите. Дальше будет видно. Вань, пойди сюда. Помнишь, мы вчера смотрели Денниса Мучителя? Что с этим можно сделать? Помнишь Денниса Мучителя? Что сосед там случилось у него с кнопкой? На звонок нажал, там кнопка была. А знаешь, что в нашем с папой детстве было с этими кнопками? Что мы делали? Нет, мы знаешь, что с ними делали? На стул учителя подкладывали. Возьмешь? Почему? Очень удобно будет. А она сколько вмещает? Мне кажется, она очень маленькая, Вань. Она, наверное, миллилитров 200 вмещает в себя. Нет. Стоит 2 евро? Нет, не 2. Была 14. А где? Сколько она миллиметров? А, может и 2, кстати. Folding drinks. Да. Это вот это, то, что раскупили. 2. Ну, возьми. А где сколько она миллиметров вмещает? И вот эта открытая пимпа будет облизывать. Ну, пусть он попробует. А смотри, есть более симпатичная какая-то с синей с оранжевым, нет? Синей с оранжевым? Синей с оранжевым. Ваня, у нас коллекционер бутылок. Да. Можно? Да можно, берись, папка, можно. Смотрите, какой, в принципе, хороший выбор растений, да, Ваня? А здесь растения, Ваня, наверное, все уличные? Или нет? Или там надо считать просто? У нас вот такие. Помнишь, одна нам подарила? Каламены. Выбери, какой тебе нравится, а мы будем смотреть, как оно должно жить, при каких условиях. А мы будем смотреть. А вот. Пить один помидор, плант, и это не оба помидора. Это не помидоры, Ваня. Какие помидоры? В листьях помидоров пить или? Что написано? Черри. Это не черри. Где? Крисмус черри. А, это знаете, что, такие ягодовые венок. Которые в букет вставляют. Но они это не настоящие помидоры, в листьях помидорные, знаете. Значит, это какая-то ягода вставляет. Вот какая-то, как свекла. Ого, глянь, какое воню есть. Как капуст. Возьми себе вот такую елочку одну. Да. Хочешь? И она у тебя будет стоять на окошке. Но он хочет свою собственную. Да. Круч. Или хочешь с этими ягодками, но они, я не знаю, сколько они будут. За елку-то все-таки, мне кажется, больше шанс на выживаемость. Елка. Или пойдем вон дальше, смотри, там есть. Как поливать? Ну, просто на ковре или нет? Ну, в смысле на ковре, на подоконнике. А, вот на ковре. Давайте вот тут посмотрим, тут что-то есть. Ваня, мы знаешь, что можем с тобой сделать? Мы с тобой можем сделать, купить семена и в землю их посадить. У тебя вырастет укроп, например. Или петрушка. Хотелось приятное с полезным совместить. Получилось. Смотрите, вот так вот выглядит наше почтовое отделение. Тут машинки стоят. И вот сюда вот мы заходим. А вот так вот выглядит извещение о том, что мне нужно забрать посылку. Сейчас я заберу посылку и расскажу вам порядок, как все это дело происходит. Какие-то ящички неизвестны для чего. Ну, вот так вот выглядит почтовое отделение. Оказывается, это еще можно развернуть вот так. И здесь что у нас написано. А это нужно будет объяснять, как забрать, подпись поставить и где почта находится. Видите, рассказывают. А, наверное, нужно звонок нажать. Сейчас мы локотком. Интересно, долго бы я стояла, загадала. Пока догадалась бы прочитать надпись. Вот такую вот посылку мне отдали. Что это такое? Не знаю. Я думаю, что это какой-то Алиэкспресс просто пришел мне. Ладно, сейчас глянем, что это такое. Подосчитайте, будь. Ну, я одной рукой не смогу. Держи за донышко. Не-а. А как? Право тянуть и наверх. Так. И потом так и делать. А, чтобы воздух туда зашел. Слушай, классная бутылка, очень симпатичная. Только ты грязными руками вот за это будешь браться. Не, за это не буду. Смотри. 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 Видишь, я так вижу. Да нет. Конечно, надо за эту пимпочку. Не очень хорошая идея. Ну, ладно. Может, ты дома из нее будешь проступить? Нет. Вот что было внутри. Это такая держалка для айфона. Я уже даже забыла, что я ее заказала. Представляете? Придем домой, посмотрим, как она выглядит. Ну, рассказывай. Сегодня Ваня на футболе получил что? Боячка. Травму. Так жалко его, бедняжка. Болит сейчас, Вань. Давай покажем, что у тебя. Представляете, это такой кровоподтек. То есть, это не ссадина, а вот под кожей скопилась у него кровь. Ну, как синяк, да? Кровоизлияние такое. Я уже дверь вставил, поэтому с кем ключ в дверь вставил, когда ты звонила. Это Ваня звонил. А, привет. Привет. Идите, купайтесь. Вот, смотрите, это ему вот клюшка и засадили по руке. Бедненько, он бедненько, он бедненько, она же ручка. Ладно, Ваня даже не пискнул, да? Не, так было. Поскулил немножко? Так, делал? Ну, слеза хоть одна, скупая, выкатилась. Две. Серьезно? Две слезы даже были? А что ты мне сначала сказал, что нет? Ну, вообще-то как-то одна тут и две, тут еще одна маленькая тут. Тут такая размер, потом тут такая размер, две. Такая и такая. Прямо такая. Ладно, давай ложиться спать. Знаете, что мы сегодня с Ваней хотели сделать тыквы, но не успели. Потому что мы с футбола приехали только по восьмого где-то. Не надо так глаза делать. Вот, поэтому тыквы опять у нас откладываются. Надеюсь, что до завтра. Мы с вами не прощаемся, потому что для вас видео еще продолжается. А мы ложимся спать. И уже завтра с утра, кстати, у Вани особенный день. В школе у них будет праздник урожая. У них это называется. Но для детей это Хэллоуин. Да? Так что завтра будет интересненько. Хорошего вам дальнейшего просмотра. А на спокойной ночи. Всем доброе утро. У нас уже следующий день. Пятница. И я вам давно хотела показать, к чему мы все-таки вернулись с Ванейными ланчбоксами. Если вы помните, мы покупали. Я искала им ланчбокс. Не могла найти. В общем, в итоге мы забили на все это дело. И берем с собой ланчбокс вот в таком виде, в котором нам удобно. Это термос. Я покупала в прошлом году Ване. Очень удобная вещь. Смотрите, я делаю, например, Ване фрикадельки из Икеи. Они еще горяченькие. Я их в термос складываю. Ай! Вот. Закрываем крышечкой. И все. И у него тепленькие фрикадельки будут. Никаких этих пластиковых коробок лишних. И дальше у нас есть вот такие вот две сумки. Вчера я вам показала, что мы купили Ване вот такую новую сумочку. Потому что у него точно такая же вот есть. Она уже, видите, вся какая потертая-затертая. Это термос-сумка внутри вот с такой вот подкладкой с таким утеплением. Вот. В общем, это точно такая же, но новенькая просто. Вот. Все складываем в эту сумочку. Я еще положу ему помимо термоса, я положу ему еще яблочко. И сейчас спрошу, что он еще захочет. Может, какие-нибудь печенюшки, не знаю. И все это гораздо удобнее, чем вот эти все пластиковые контейнеры. Плюс у него с собой есть тепленькая еда. Сюда же можно и макарошки положить, и какие-то другие котлетки. Да все что угодно, да. И он тепленькая. А вилку надо не забыть еще. Вилочку кладу. О, ужас, Ваня. Может, без маски? С маской? О, кошмар. Ваня же сегодня Хэллоуин в школе. Слушай, ну костюм прикольный вообще. Вот я вижу. Да, подвигай ногами. Подвигай ногами. Нет, так, посгибай ноги. Костюм прикольный, но шлем, конечно. Да вижу немножко брови твои. А я тебя вообще вижу. Ты так будешь ходить? Так, поедем сейчас в школу, посмотрим, кто еще как вырядился. Я вижу, что у тебя есть в кроликах. Штаны в кроликах. Все, я пошла одеваться. Вань, вот это вот безобразие. Убери, пожалуйста. Встречает пугало, наверное. Кто это? Ой, а вон директор стоит в тыкве. Видите? Вот та, которая к нам лицом в женщину стоит, это директор тыквы. Директор тыквы. Ванюч, хорошего дня. Окей. Шлем не забудь одеть. Что ты без шлема-то? Я не забудьте, зай. Так, кто тут еще? Принцессы, ведьмы. Блин, жалко, дождик идет, они все сразу заходят. Так обычно они на улице собираются. Вон еще скелет. Это Ванин одноклассник Олли. Давайте его пропустим. Так. Так вам директор в виде тыквы. И вот еще кто-то, тоже какая-то тыква. Кстати, очень учительница у нас креативная. Она все время с разными волосами ходит. То с розовыми, то с синими. Ой, а вон бас из той стори. Так, вон какой-то гномик. Маленький. Это Ванин одноклассник. Ну что, наконец-то у нас дошли руки до того, чтобы украсить свой дом к Хэллоуину. Одну тыкву я уже сделала, я вам все потом покажу. А вот это Ваня спроектировал, так сказать. Один глаз, второй глаз и вот такой вот ротик. Сейчас попробуем все это сделать. В ускоренном варианте покажу, как я это делаю. Но этих видео полно в ютюбе, можете посмотреть. Это ни для кого не секрет. Поехали, начинаем. Пока не стемнело, чтобы потом на улице уже красоту сделать. Музыка. 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 Вот такие вот у меня получились тыковки. Одна, вторая, это Ванин дизайн и третья. На третьей я корпела очень долго, как вы видите, решила ненадолго хотя бы почувствовать себя нейрохирургом и сделала тыкве мозги. Издалека, наверное, будет не очень видно, но выглядит, вблизи выглядит так, ужасающе, я бы сказала. Вот, сейчас Вова полезет на чердак, я его буду подстраховывать с нашей чудесной лестницей, чтобы он не грохнулся. Мы достанем все остальные наши украшения и после ужина будем украшать. Я довольна, мне нравится, очень даже симпатичненько. Фонарики внутри я поставила на батарейках, это не настоящие свечи, чтобы безопасно оставлять их на улице, не следить за ними, вот, чтобы не было никаких, не дай бог, эксцессов. Ну что, пока я украшала все это дело, уже наступила темнота, ну, покажу вам, что видно. В общем, здесь у нас тыковки, это находится, я вам сейчас покажу, вот так вот на улице, вот наша входная дверь, здесь куст и стоят тыковки, три штучки. Дальше я купила вот такую прикольную кукурузу, смотрите, цветная кукуруза, специально декоративная, она не для еды. Рядом небольшая вот такая вот ножка на цепи, так как показать было, вот такая нога отрезанная на цепи лежит. Вот, но днем еще, может быть, покажу. Дальше там не видно стоит фонарь. Вот, на куст я повесила такой окровавленный бинт, ну, надо же немножечко, да, добавить жути. Вот, и здесь у нас висит летучая мышь, надувная и привидение. Ну и немножечко ужасов. Вот такая вот штука. Она раньше светилась и что-то говорила, носили батарейки, и я не хочу больше их заряжать, потому что она ужасная вообще была. Вот такая вот штука висит около двери. И венок. Рождественский, ой, рождественский, боже мой. Хэллоуиновский венок. Вот и все. Вот так выглядит наш дом сейчас, украшение нашего дома. Как видите, я сильно не заморачивалась, но пойдет. Тыковки мне мои очень нравятся, поэтому... А тыковки это самое главное. Пока Вова с Ваней занимаются каратэ, я немножечко с вами посижу, кое-что вам расскажу. А потом дальше пойду уже доделывать ужин и ужинать, собственно. Значит, что хочу сказать. Раз я упомянула о почте, о том, что мне пришла посылка. Кстати, я еще посылку не показала, сейчас покажу. Ну, там ничего особенного, но покажу. Расскажу вам немножко пару слов о Барландской почте. Вот раньше, в древние, в старые времена, но не в древние, в старые времена, несколько веков назад почту разносили так называемый постбойс. То есть, видимо, какие-то почтовые мальчики, совсем, наверное, молодые ребята, собирали почту следующим образом. По улицам ходил мужчина, звонил в колокол, его называли Беллмен, и собирал письма. Естественно, поначалу почта была доступна не всем, это было, видимо, достаточно дорого, и доставка была сложной до тех пор, пока не придумали первую марку самоклеющуюся. То есть, это еще больше упростило людям жизнь и доставку, и сортировку писем. Так вот, на этой марке была изображена голова королевы Виктории, королевы Великобритании. Это был XIX век. Вот, и эти марки печатались на больших листах, а потом вручную разрезались до тех пор, пока какой-то умный человек, архитектор какой-то, не догадался изобрести машину, которая автоматически разрезала бы вот эти вот большие листы на квадратики, и таким образом сильно упростил людям жизнь. Когда Ирландия в 1922 году стала независимой, естественно, пришла пора и марки менять. И тогда сначала меняли просто английские слова на марках на ирландские слова, то есть, просто поменяли язык, а дальше уже пришли к тому, что меняли и саму картинку, то есть, уже была не королева Виктория или не какая-то другая там королева Великобритании или король. А дальше уже появились какие-то ирландские мотивы, ирландская природа, ирландский, естественно, язык. В общем, только, получается, в каком? В середине 20 века в Ирландии появились свои собственные марки. До этого, из-за того, что Ирландия входила в состав Великобритании, марки здесь были тоже британские. С Ирландией на сегодняшний день, в Ирландии, вернее, на сегодняшний день с почтой, ну, так себе ситуация, потому что, сейчас расскажу почему, значит, как происходит сам процесс. В Ирландии почту доставляют бесплатно, то есть, то, что вы заказываете через именно ирландскую почту, почтальон приносит вам домой. Письма, посылки, неважно. У нас в дверях есть такие небольшие окошечки, если в это окошечко пролезает посылка или письмо, или что бы то ни было, то почтальон просто в это окошко бросает вам вашу, так сказать, посылку или письмо. А если вот в это окошечко маленькое, я бы даже назвала это в щелочку, в эту маленькую, не пролезает посылка или письмо, тогда почтальон звонит вам в дверь и отдает вам это лично в руки. Если так случилось, что почтальон пришел, позвонил в дверь, а никого нет, то он оставляет вам под дверь, вернее, не под дверь, а вот в это окошечко в двери, бросает вам, как это называется, забыло, уведомление, и вы с этим уведомлением приходите в свое почтовое отделение и получаете посылку. То есть, почему я пошла получать посылку? Именно потому, что почтальон пришел, когда нас не было. А так, любая посылка, которая получается через обычную ирландскую почту вами, она получается, вы получаете ее дома бесплатно. По Ирландии письма, если обычное письмо в обычном конверте с обычной маркой отправить, то письмо получается, марка, вернее, будет стоить где-то евро-евро 10 центов, где-то так. Ну, плюс стоимость конверта. То же самое касается открыток. Марка и открытка уже на ваш бюджет. Международные марки, конечно, стоят дороже, что-то около 2 евро, может быть, евро 70 центов, где-то так, отправить международное письмо. А вот посылки, это, я вам скажу, нечто. Смотрите, как-то раз я по Ирландии отправляла шапочку вязаную. Эту шапочку вязаную на почте мне упаковали в такой пластиковый пакет, небольшой совсем. Ну, сколько эта шапка могла весить? Ну, пусть там, я не знаю, 150 грамм, может быть. Ну, где-то так. Ну, да, где-то так. Вот я за нее заплатила, за эту пересылку, около, наверное, 7 евро. Где-то так, где-то так, где-то не так. Дальше я как-то попробовала узнать, сколько стоит отправить посылку из Ирландии в Россию. Все, конечно же, зависит от веса, и все зависит от вида доставки. Самая дешевая доставка посылки до 20 килограммов, я посмотрела. Ну, чтобы уж отправлять, так отправлять. Да, большую посылку до 20 килограммов. Такая посылка будет стоить, пересылка будет стоить где-то под 90 евро. 88, 87, 89, ну, где-то так. Понимаете, да? Я считаю, что это очень дорого. Очень дорого. Доставляется это все там от 5 до 9, по-моему, дней. И то, смотрите, я в калькуляторе на сайте почты, я указала Ирландия, Россия. Россия, извините, тоже бывает разная. Кто-то доставляет посылку, вернее, отправляет, допустим, в Москву, а кто-то в Владивосток. То есть, как это все сортируется, я не знаю. Они, наверное, отправляют до Москвы, а дальше в Москве уже сортируют и по России отправляют. В общем, я не в курсе. Но до России, вот так вот мне посчитали, это будет стоить почти 90 евро. Какая еще есть особенность, кстати, я забыла вам сказать. В Ирландии везде есть индекс, только индекс, знаете, как... Сейчас, как же это объяснить? У каждой квартиры, у каждого домовладения есть свой индекс. То есть, когда вы на каком-то сайте заказываете себе что-то с доставкой, и там есть такая ссылочка, например, указать индекс. Вы указываете свой индекс, и он автоматически указывает вам ваш адрес. То есть, если вы на почте называете свой индекс, они знают ваш адрес. То есть, индекс не у дома есть, не у улицы, не у района, а индекс есть у каждой квартиры, у каждого домовладельника отдельно взятого. Поэтому это очень удобно. Зная индекс, вы автоматически знаете, собственно, адрес. И в интернете все это можно найти. Это свободная, так открытая информация. Лежит, ждет, когда папа закончит заниматься. Крюша! Крюсь! Даже ухом не ведет, дрыхнет. Представляете? Знаете, хочу немножечко поделиться с вами своими воспоминаниями с детства. Я жила в доме, в котором на первом этаже была почта. Причем от входа по разные стороны. С правой стороны был телеграф, телефон. И знаете, такими буквами отдельными было написано на доме телеграф, телефон. Я помню, я еще мамой спрашивала, мам, что такое телеграф? Мне было так интересно. А с другой стороны была почта. И вот какие у меня остались воспоминания из детства. Во-первых, в телеграфе были вот эти деревянные кабинки для переговоров. И все было настолько открыто, все было настолько свободно и доступно, что мы детьми бегали во дворе, забегали. Там, знаете, в прятки играли. Забегали в этот телеграф, прятались в этих кабинках. Никто нам слова не говорил. Я помню вот этот вот запах деревянных, обитых деревом, такой реечкой стен. Вот этих деревянных кабинок. Прям такие какие-то воспоминания из детства. А вот на самой почте было еще интереснее. Я помню такое окошко за стеклом. Наверное, многие из вас помнят, когда на посылку таким шпателем мазали, я не помню, как это называется, вещество. Это коричневое, да? И ставили печать. Помните запах вот этого вот вещества? Как это называется? Сургуч, наверное, не знаю. Такой вот прям горячий он такой был. И прям бум, вот это вот блямба, да? Ниточки такие прям бум. Я прям, знаете, запах вот этого сургуча и запах бумаги, в которую заворачивали прям аж, знаете, аж мурашки. Я помню еще мы в детстве бегали по улице, да? Там во дворе бегали, играли. И забегали на почту, просили, например, попить. Нам давали попить. Мы могли посидеть там, посмотреть, что как делают. Нам было очень интересно там. Нам давали, знаете, что, как сейчас помню. Помните, посылки завязывали такой вот капроновой лентой, которая замечательно резала пальцы. Это было ужас вообще. Вот нам давали эту ленту зачем-то. Мы с ней бегали, играли. Или вот этот вот, вот эти вот нитки, которыми посылки завязывают. В общем, короче, с почтой у меня такой прям определенный этап жизни связан, потому что вот я жила в доме, где была почта. Ой, что-то я подмерзла. У меня окошко открыто. В общем, вот таким был наш день. Я, кстати, хочу сказать, что забываю капать в глаз. У меня опять скачил ячмень. Я не помню, говорил или нет. Я забываю капать в глаз альбуцитом. Но, тем не менее, ячмень проходит сам. Я по-прежнему не крашу глаза для того, чтобы лишний раз не травмировать и не лезть туда ничем. Так что я вот такая бледная, как моль. Пойду сейчас доделаю ужин. Мы сегодня будем есть грибочки в сметане со спагетти. Я грибочки уже сделала, а спагетти еще не сварила. Пойду варить спагетти. Огромное спасибо вам за просмотры. И за лайки, и за комментарии. И за все вообще, за все, за все, за все вам огромное спасибо. Я очень надеюсь, что вам действительно интересно, что вы не зря тратите свое время на меня. Желаю вам всего самого доброго. Берегите себя, особенно свое здоровье. У нас Ваня, кстати, сегодня учился. Последний день с понедельника у них каникулы на неделю. И нам сегодня в школе дали с собой книги. Их классные книги. По которому они занимаются в школе. Это, соответственно, навевает на мысль, что, похоже, каникулы продлятся дольше недели. Нам прислали письмо, что мы даем вам с собой книги. Это совершенно не значит, что будет закрытой школы после каникул. У нас нет вообще такой информации. Но на всякий случай, а вдруг, а если, мы отдаем вам эти книги. Причем, так интересно, книги запечатаны в пакет. Пакет запечатан такой бумажкой, как печатью. И в письме нам написали, что они просят не открывать пакет, не доставать книги. Открыть пакет можно будет только если объявят карантин, и дети останутся дома. Если мы вернем в школу открытый распечатанный пакет, они будут вынуждены эти книги на три дня оставить в карантине, для того, чтобы убедиться, что они точно не несут на себе опасных вирусов. Эти книги. Да. Представляете, до чего дожили. Ужас. Ну, в общем, еще раз говорю вам, чтобы вы берегли себя. Обязательно свое здоровье. Сейчас нужно немножко поднапрячься для того, чтобы обойтись наименьшими потерями, будем так говорить. Спокойной ночи. В принципе, уже, наверное. Ну, я говорю спокойной ночи. У вас, наверное, кстати... Почему я всегда говорю спокойной ночи? Ведь я с утра видео загружаю. Доброе утро. Доброго утра. Хорошего дня вам. Продуктивного. Кстати, вы посмотрите у меня, скорее всего, в выходные. Поэтому хороших выходных вам и нам. Всем всего доброго и пока-пока.